Привет, и сегодня в этом ролике мы поговорим о том, что такое гностицизм, гностическое учение. Гностицизм – это общее условное название рядом на многочисленных позднеантичных религиозных течений, использовавших мотивы из Ветского Завета, восточной мифологии и ряда ранних христианских учений, термин предложен Хенри Мором в XVII веке. Название гностицизма является производным от термина «гностики», заимствованного у эпифания Киповского из его книги «Панариум». В «Панариуме гностики» или «Бурбуриты» – это одна из 80 рестей, описанных эпифанием. В начале распространения гностицизма в Малой Азии в конце первого и начале второго века, свидетельствует известия Эпседия Кесарийского, Иринея Мионского и Климента Александрийского. Кембриджский ученый Гедори Мор ввел название гностицизм и распространил его на многие эреси. В раннюю христианскую эпоху в Римской империи жили и проповедовали множество знаменитых и значимых учителей гностицизма. Например, такие как Валентин, Манкион, Васильев и многие другие. В общем, для гностических систем является дуалистическое представление о злой либо ограничении в своем могуществе силе, демиорге – создателе физического мира и о высшем добром Боге, сострадающем человечеству. В гностицизме демиорге является одной из ключевых фигур. Правая рука создателя – бесплатная душ, не способная понять любовь. Стремится показать, что может создать лучший мир, чем первый Бог. Демиорг создает материю и заключает душу в материальных телах, заставляет испытывать реинкарнацию, муки реинкарнации. Год незавершенность считается причиной всех бед и несовершенства мира. Несовершенный Бог творит с мира – злое начало, в отличие от Бога, доброго начала. В гностических текстах, как ранних апоприфиона, так и поздних в Петре Софии, обозначался именем Ялдобауф или Ялдобауф. Происходил от ионов Софии, возлежавшего творить бездуховные половины, что привело к появлению демиорга. Описывался как порочный, нежественный, ограниченный демон, одним из эпитетов которого был цаквас, глупый или дурак. Ялдобауф, согласно апоприфу Йоанна, стал Богом над материи, создал ангелов и властей, совместно с ними сотворил из вещества тело человека, по подобию божественного иона человека, пребывавшего гораздо выше материи. В гностических учениях Демиорг воспринимался как злой бог, сотворивший незавершенный и несовершенный и греховный материальный мир. Как правило, отождествлялся с Ветхознавентом Япы, иногда с сатаной. Гностика Маркион решительно отверг Ветхозавет и утверждал, считая, что «тот повествует о немилосердном Демиорге, а предсказанный там мессия является антихристом». Бог Ветхого Завета не имеет ничего общего с истинным богом, Отцом Небесным, согласно Маркиону. Никакого предварительного откровения о явлении в мир этого истинного мессии дано не было. Истинного мессию люди должны были узнать по учению Демиорга. Этот сын Всеблагого Верховного Бога явился в Капионауме в 15-й год царствования Тиверия, и с целью обратить к себе иудеев говорил, что он тот мессия, которого предсказывали пророки Демиорга. Демиорг, не зная об этом, кто этот мессия, и заведуя его славе, возбудил борту к нему между иудеями, и бог материи дьявол побудил и язычников соединиться с ними во враге Сыну Божью. Таким образом, Спаситель мира был распят. Впоследствии должен и к ним прийти мессия, мессия Демиорга, который соберет сынов Израиля со всех стран, создать всемирного монархии иудеев и дарует им земное блаженство, а людей подвергнет мукам, кроме спасенных сыном Всеблагого Бога. Души их будут освобождены от материи, то есть плоти, и, находясь в телах духовных, будут обитать в Боге и с Богом. Воскресение тел и их в земном виде Маркион отрицал. Гностисм – это порождение великого синкретического движения в Римской империи. Зачетками движения стала еще до недолговечной империи Александра Македонского, соединившаяся Восток и Запад, начавшегося вследствие перехода религии от одной нации к другой, вследствие соприкосновения Востока древневобилонской религии с Западом, и вследствие влияния греческой философии на религии. Сочинения гностиков дошли до нас главным образом в виде отдельных цитат, приводимых в сочинениях христианских богословов, поровавшихся гностисмом. Первый известный гностик Симул Волф из Самарии упомянут в пьянях апостоловских. Наивысшего развития гностисм, а гностические тенденции достигают во II веке нашей эры. Помимо влияния иудаизма и восточных религиозных мистерий, для гностизма характерно усвоение ряда идей под неантичной хилософии, главным образом не платонизма и неапифагореизма. В основе гностизма лежит представление о падении душ в низший материальный мир, созданный демиургом, низшим божеством. В дуалистической мистике гностизма материя рассматривается как греховное злое начало, враждебное Богу, подлежащее преодолению. Мирой рассеянны частицы потустороннего света, которые должны быть собраны и возвращены к своим истокам. Философия гностизма связана с античными философскими школами герметизма, оптиизма, крифагоризма, платонизма, неоплатонизма. Безусловно, важна роль взаимопроникновения философии религий Запада и Востока в результате завоевания Александра Македонского зародка до зарождения христианства. В мире, по мнению гностиков России, частицы потустороннего света, которые должны быть собраны и возвращены к своим истокам. Искупителями являются просвещенные силы, знающие тайный смысл бытия, прежде всего Христос, но их призыву, а следуют лишь духовные люди, пневматики, тогда как не принявшие гностические посвящения, душевные люди, психики, вместо подлинного познания, достигают веры. А плоткие люди, гелики или суматики, вообще не выходят за пределы чувственной сферы. Валентин Александрийский учил о трех частях человека, вещественной, душевной и духовной. Этим двум частям человека соответствует три типа людей – духовных, пневматики, душевных, психики и вещественных. Гелики. Как первых, заложено духовное семя София Хамот, или их дух в конечном итоге вернется к полерому. Вторая при условии правильности земной жизни упокоится в среднем месте, меньше восьмерится миров. Третья же – в силу привязанности к материи, создававшему ею страстям неспособление ни к правильному поведению, ни к спасению. Докатизм – учение об иллюзорности материи, иллюзорности материи – тоже очень важная часть всех гностических учений. Гностики пошли еще дальше античного скептизма, и их учение о чистой выкажемости материи – не скептическое, а абсолютно догматическое, в своем отрицании существования материи. Академик Алексей Лосев называл докатизм гностиков гибелью античной мысли. Полерома – одно из самых основных понятий в гноститизме. Согласно учению гностиков, полерома представляет собой совокупность небесных духовных сущностей – ионов. Иисус Христос также является одним из ионов, посланных на Землю для того, чтобы люди смогли вернуть себе утраченное знание – гнозис, и воссоединились с полеромой. Гностик Васильев, например, один из гностиков утверждал, что поскольку избранные, то есть гностики уже спасены, нет надобности идти на конфронтацию с язычниками и на мученичество. Так думали практически все гностики. Гностики также утверждали, что существует множество небес. Васильев, например, говорил о том, что есть 365 небес, и у каждого неба есть свой ангел-правитель. Кстати, для многих современных людей гнастицизм – очень даже популярная тема. Вот такие пирожки. Долгой жизни и процветания. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии делайте. Конец лекции. До свидания.